Добрый вечер! Сегодня у нас в гостях Вадим Алексеевич Горбатов, который в представлениях не нуждается. Один из известнейших анималистов России, иллюстратор красных книг Советского Союза и Российской Федерации. Человек, влюбленный в животных и птиц, знающих их не понаслышке. И давно и плотно общающийся с сокольниками России, рисующий на соколиную тему. И поэтому нам сегодня очень приятно с ним побеседовать и задать целый ряд вопросов. Как он пришел в соколиную охоту, как вы заинтересовались хищными птицами, и почему вы взялись написать целую серию картин на эту тему. Вот, если вы сможете ответить на такие вопросы, будем очень-очень рады услышать ваше мнение, соображение, комментарии. Вам слово. Ой, Женя, ты можешь убирать текст или как-то... Или я должен... Как вы начали, да, как вас... Как все это пошло? Ну, в общем, животных рисовал с самого детства. И, в общем, когда был совсем маленький, я рисовал, в общем-то, как мать говорила, там, лет с четырех, когда уже карандаш там держал. Было военное время. И вот какая-то такая вот тяга к животным непонятная. И не совсем объяснимо мне сам себе, не могу очень понять. Потому что, в общем, мальчишки все рисуют там битвы, рисуют... Тем более шла война. Вот, я с 40-го года рожден, значит, когда война началась, мне было полтора года. Тем не менее, вот уже, ну, лет там, четыре-пять я рисовал. И рисовал много очень, рисовал там всякое животных. Были там и танки, и пушки, и немцы, и наши, и стреляют, и бомбят. Все это было. Вот, но, тем не менее, рисовал, а в то же время очень много животных. То, что дома жило, там, кошки, собаки, то, что там рядом было у соседей, и птицы, для которых мне и в руки попадали, или это пацаны приносили там подранков. Ну, в общем-то, это уже было позже. Ну, в общем, я помню вот этот какой-то восторг и восхищение перед животными, которые, в общем-то, странные. Не у всех они бывают. Вот эти люди, которые вот сверху ударены каким-то таким вниманием, интересом к животному миру, вот с них рождаются, они потом становятся, если жизнь складывается так, как, в общем, она идет последовательно, без всяких выбиваний со стороны судьбы, то они получаются или художниками, анималистами, или зоологами, или биологами. А бывает, что это, в общем, многие анималисты, как раз, вот, скажем, Ватагин, он пришел, или, вот, судьба даже Комарова, он охотник был и пришел, как всякий, значит, интересующийся чем-то, что-то любящий человек, он, вот, любовь, это как бы первый позыв, а дальше начинается уже хочется это внимательнее и интересоваться. Человек начинает этим становиться, читать научные книги, пытается узнать вот объект своего интереса, своей любви, и он попадает, перетекает в мир науки, и, в общем, очень смирные эти вещи. А человек, который ученый, скажем, если занимается наукой, то, зная и знакомясь с животным миром, он постепенно, если это было не случайное его увлечение, он приходит к тому, что интересуется и становится художником, вот, поэтому это такие, в общем, пограничные дела. Вот, и... Вот почему именно хищная птица, это, конечно, начиналось не с этого, рисовалось все подряд, всякое зверье, соседские собаки, кошки, как я уже говорил. Вот, что касается вот именно хищных птиц, это было позже, я даже четко помню несколько этих моментов, когда вот это какое-то такое было... в общем, как удар какой-то. Ну, конечно, когда я мальчишкой был, я книги все смотрел, я, значит, мои родители работали в институте пчеловодства, там была библиотека, и вот женщина, которая там работала, пожилая очень, Раиса Николаевна, вот сейчас ее помню, Раиса Алексеевна, вот, значит, она как-то очень ко мне прониклась и давала мне домой бремы, хотя это, в общем-то, книга, такой, в общем, фонд редкой книги, тем не менее, в общем, как-то верила и знала, что книжка не будет порвана, не будет там ничего вырезано, вот, и давал мне... Ну, поначалу матери, да, а потом уже, в общем-то, я приходил, и я вот помню этот запах старых этих книг, запах вот этого старанного клея, который, наверное, гумеарабик или как он там назывался, вот эти закрытые калькой, пергаментом, цветные хромолитографии, и это были, в общем, книги моего детства, в общем, там несколько книг, вот у меня было, значит, Сетон Томпсон, Формозов, спутник следопыта, Арсеньев позже уже, и вот Бремы, которые мы там с братом... Одна от 18-й натуральной величины, и вот мы там ползали по полу и откладывали там до бегемота, до слона. Вот, и там, конечно, хищные птицы, это я перерисовывал их все, ну, там, значит, что-то дорисовывал, какие-то битвы там. Ладно, в общем, вернемся к хищным птицам, как оно появилось. Значит, в общем, зверье рисовал все время, с детства, и, во-первых, попадали ко мне в руки, помню, пустельга была, приносили мне ребята какую-то подстрельную, она у меня жила какое-то время, но я не знал, как за ней ухаживать, в общем, птица погибла, в общем, но я успел в нее влюбиться и посмотреть какое-то чудо, какое-то совершенство. И вот что такое хищная птица, что там, почему вот у них какая-то особая, как сейчас говорят модные слова, аура, что-то от нее такое исходит. Вот я для себя как-то так вот пытался поранализировать, что это, в чем дело, почему какое-то особое отношение к хищным птицам. Опять не у всех, потому что, в общем-то, там, конечно, большинство женщин, ой, убери, убери, у нее такой глаз, она такая злая, она сейчас клюнет, понимаешь, видимо, особенно для мальчишек, вот в хищной птице есть то, что, вот видимо, красота оружия, вот это совершенство, форм, назначение, то есть она должна догнать, поймать, убить и при этом сама не пострадать, потому что такой способ жизни, так ее создал Господь Бог, что она должна быть быстрее, сильнее, и, тем не менее, она так же уязвима, как все остальные животные, я вот про это позже уже думал, как-то, вот ястреб зимой, я помню, мне принес мой приятель перепелятника, который попал в голубятню, закрыли, он влетел в голубятню, потому что, в общем, конечно, воробьи зимой-то выбирать не приходится, голодный он будет что угодно и за голубем, ну и голубь, в общем, добыча его такая достаточно регулярная, вот он попал, залетел в голубятню и, значит, его там отсловили, слава Богу, был приятель, оказался рядом, чтобы башку не свернули, потому что их все голубятники, хищник птиц ненавидят, и, значит, но пока принесли ее ко мне, через 2-3 дня, я дома выгородил огромную клетку, я в Москве живу, на 15-м этаже, я там что-то поубирал, какой-то угол освободил, на рейке там натянул какую-то сетку, здоровые брусы, птичка тоненькая, нежная, но это, да, это было уже позже, а вот мое первое, значит, вот то, что как сейчас помню, значит, мне где-то, наверное, было лет 8 или 9, я помню, шел со школы, мы жили за городом, вот, кстати, недалеко от этих мест, здесь деревня Качалова, был тогда там институт человодства, значит, у нас там дом был, отец строил, и, ну, в общем, такая жизнь деревенская, вот, и в сентябрь был, только первые в школу, значит, были первые дни ходили мы, я возвращался назад, была хорошая солнечная погода, тепло было, и все, значит, старались вот картошку выкопать, и, значит, рыли картошку, я думаю, о, сейчас надо, ну, тоже хорошо, потом костры, потом печеная картошка, все это хорошо, иду домой спешу, и, значит, рядом забор от соседей, такая рабица-седка, невысокая, и на нее набрасывают эти самые плети картошки, чтобы она подсыхала, чтобы потом жить проще, я смотрю, сидит птица, посмотрел, сейчас я уже знаю, что это был перепелядник, я смотрю, какой-то ястреб, я уже знал, что это был ястреб, я замер, я обомлел, я просто все, портфель оставил, все бросил, и так стою, и думаю, господи, а он сидит и не улетает, я думаю, господи, что ж такое, не улетает, довольно близко от меня, я ближе, подхожу ближе, вот, и потом совсем уже, не знаю, оставалось там метров пять, я рванулся поймать, схватить его, птица рванулась, дергается вся, я понял, что она попала лапами в эту, в эту, в эту, нет, не в сетку, в эту ботву картофельную, которая там, как-то она с ней там забыл, и она не может вырваться, и, видимо, она уже, птица, перепелядник-то уже пробовал до меня дергаться, и поэтому он сидел, терпел, может, я пройду, в общем, я рванулся, пытался ходить, и она улетела, вырвалась, и, ну, так это было близко, так было ясно, вот эта рябая грудь, вот какая-то вот эта совершенная красота, когда это не какой-нибудь гряк, блестящий головкой с зеркальцем, ни фазан, ни павлин, ни что угодно, ни какая-то снеги, у которых всех своя красота, а это совершенно какая-то безмолвная, строгая красота, и при этом вот эти узоры, ну, вот, и потом, позже, где-то через год, я нашел там гнездо конюка, лазил там, сидел,